И смысл христианских всех добродетелей сводится к чему? Увидеть себя, кто я есть. Потому что увидим, если мы увидим, то мы увидим, что мы погибающие. Тогда у человека начинается вера во Христа. Ибо, обращаясь к Христу, он видит ту помощь, которую не спосылает Христос мне, погибающему. И вот оно начинается, христианство в человеке. Я не говорю о тех вещах, которые, что подразумевается под исполнение заповедей и так далее. Я вам обозначил только самое главное, самое принципиальное. Это нужно знать. Потому что здесь, именно в этих вещах, к сожалению, часто очень большое непонимание. Итак, вы видите, человеку можно сказать о смысле его жизни, только показав необходимость Христа. Но этот смысл жизни постигается не просто рассуждениями. Он открывается человеку, когда он начнет идти по пути христианской жизни. Тогда он увидит, в чем этот смысл. В чем же этот смысл? Что он дает человеку? Что дает христианству человеку? Что есть сердце милующее? Спросили у Исаака Сирина. Или он сам задал себе риторический вопрос и ответил. Это есть воздыхание о всякой твари, о всяком творении, о присмыкающейся, о гадах, о птицах, о человеках, о самих врагах истины. И не может он без слез смотреть на их страдания. И если бы десятикратно в день он был сжигаем за любовь к ним, он не удовлетворился бы этим. Любовь есть тот вершинный дар, который не спосылается Богом, человеку, правильно живущему. Истинная любовь возникает там, где есть истинное смирение. Выше состояния любви нет ничего. Это величайшее благо. Это и догматически, ибо Бог есть любовь. Это и психологически все знают, что тот, кто имеет любовь, имеет радость, ему больше ничего не надо. Ничего. Это именно и дает христианство. Именно поэтому оно велико. Поэтому оно и открывает человеку тот великий смысл, которого ищет все человечество в истории, но никак найти не может. Все мимо Христа проходит. Знаете, как у крылов в зоопарке. Слона-то я и не приметил. А все осмотрел. Ну, хорошо. Друзья мои, теперь некоторое время я оставляю вам на вопросы. Да? Если вы желаете. Да. Это что? Это записки, да? А тут это не бомба? Нет? Так, ну, если кто желает, то, пожалуйста, можно спросить и без всяких записок. То записки уж очень-то, знаете, может, какие-нибудь секреты, знаете ли. А я на всех оглашу. Ну, что такое плазма? О, это надо ученых спрашивать. В каком-то основном богословии написано, что 99% Вселенной плазма. Что такое состояние плазмы? Кто это писал? Какой-нибудь Осипов писал там? Вы ему не верьте. Он там наговорит вам. Вы у ученых спросите. Так, следующий вопрос. Так, воля Божия при чистом сердце. Но если благословляют, благословляют в монастырь и так далее, обязательно 100% воля Божия конкретно остановиться на примерах других. Что такое воля Божия? Тут поставлен вопрос очень серьезный о том, что такое благословляют. Вот в чем дело, друзья мои. Об этом просто надо отдельно говорить насчет, что такое благословляют. У Игнатия Бринчанинова, святителя, есть такая фраза, такая серьезная мысль, которую нужно иметь в виду, особенно в наше время. Но прежде чем ее высказать, я так чуть-чуть пройдусь кратенько по истории. Нил Сорский, вы помните, был на Афоне, искал себя духовника. Не нашел он, к сожалению. Вернулся, организовал там монастырь. Вы знаете, да. Не получилось. Паисий Величковский опять на Афон ушел. Опять долго искал. Нашел книги. Человека не нашел. Игнатий Бринчанинов искал духовника. Было нашел, но недолго, оказалось, он мог его, так сказать, окормлять. И в конце своей жизни пишет с восклицательным знаком. Сейчас нет. Я переведу уже на современный язык, потому что он пишет, если я переведу, как он пишет, то это будет звучать немножечко, ну, странно. Или, может, я скажу, а потом переведу. Он пишет, нет сейчас духовных руководителей. И восклицательный знак. Что он под этим подразумевает? Он вовсе не хочет сказать, что нет тех людей, которые действительно живут духовной жизнью, и которые могут дать действительно большие и полезные советы. Он пишет о духовных руководителях, так, как они всегда именовались, то те – это те, кто видит душу человека. Мы своей души не видим. Мы не знаем, что нам полезно и что вредно. Но это видение души человека дается только на очень высоком этапе духовного развития. Один из святых пишет, что именно на этой вершине человеку начинает открываться и он начинает видеть то, что ниже его, то есть мир демонский и естество твари, если хотите, то, что равно ему, души других людей, то, что выше его, горний мир. Это удел очень немногих. Но именно эти люди, они могли быть действительными руководителями. Почему? Они видели страсти, не просто страсти, а видели вот те индивидуальные особенности человека и знали, что ему сказать. Но таковы, еще раз повторяю, во все времена были чрезвычайно большой редкостью. А об этом и пишет святитель Игнатий. Духовных руководителей нет с восклицательным знаком. Что же он предлагает? Он говорит, существует два типа отношений духовника и его чада, будем говорить. Два типа. Один тип, тип послушания. Это тип отношений. Тогда устанавливается, когда человек, действительно ищущий, ищущий духовного наставника, после тщательного знакомства с тем, кого, как кажется ему, может быть руководителем духовным. Слышите? Как ему кажется. Может быть, он слыхал от многих. Сам видит, это действительно человек, человек искренний и религиозный, и подвижник. После тщательного знакомства, поскольку он слеп, наконец, убеждается, что это действительно тот, кто может открыть ему и повести его по пути спасения. Тогда только он просит этого, этого, это духовное лицо или недуховное, да, это не важно. Главное, я говорю, в сане или не в сане, да. Главное, что он видит, что он духовный человек. Тогда только он может просить его, его, принять его в качестве духовного чада. и если это совершилось уже, то здесь он вступает в отношения послушания. То есть он ему говорит иди и сажай кверху корешками капусту. Он идет и сажает. Вот таковы отношения, таковы отношения. Как вы сами понимаете, видите, и о чем он пишет, это очень редкое явление. По идее должны быть отношения послушания. потому что, во-первых, трудно человеку самому найти это. Во-вторых, истинный духовник с очень большим трудом принимает, примет к себе. А чаще скажет, извини, я еще не могу быть тебе таким духовным наставником. Такие духовники следуют тому примеру, или даже не тому примеру, а тому пути, который в частности показал с большой яркостью преподобный Нил Сорский. Когда его спрашивают о духовной жизни, никогда не давал советы от себя. А он говорил, а вот такой-то отец пишет вот то-то. Если он не находил сейчас своей памяти, он говорил, я потом скажу, обожди. И потом говорил, вот такой-то отец, поэтому пишет то-то. Очень боялся давать советы от себя. Этому, кстати, следовали общинские старцы, в частности старец Макарий, как пишет об этом святитель Игнатий Гринчининов. И этим самым они вели не только свое смирение, они вели ту осторожность, с которой они подходили, подходили к своим отношениям с другими людьми. Как были осторожны они в своих советах. Боже мой, они понимали, неосторожный совет может быть гибелью для человека. Невольно иногда слышишь, да, как легко дают советы жениться, разводиться, выходить замуж, монастырь, сходу причем. Изумительно. Это подражание величайшим отцам и то, которые так были сдержаны в этих советах. Сотни лет тому назад уже не было. Сейчас полно духовников. Иногда содрогаешься даже, когда слышишь, да, какие даются советы, что потом происходит с ним. Еще раз повторяю, это пишет он, великий наставник монашества, великолепно узнавший духовную жизнь, причисленный к лику святых, не стало таких наставников. Поэтому отношения и послушания они уже, они уже, ну, можно делать вывод, исчезли. Так как же быть? Мы же слепы, мы больны, мы ничего не знаем. Он говорит, есть другой тип отношений, отношения совета. Что это значит? Мы же видим людей, которые опытнее нас, начитаннее нас, молитвеннее нас и так далее. Вот ими, с ними и надо ими делать. Нужно советоваться у них. Игнатий Валюшин говорит, в чем разница между послушанием и советом? В том, что совет, если он смущает, если вдруг человек увидит, что он не соответствует, кажется, тому, что он знает, можно и не принять. Это первое. второе. Человек, руководствующий отношениями советов, должен сам трудиться. Вы слышите? Должите ни каракулу, мне ничего не надо, ни читать, ни знать, ни трудиться. Пошел, и мне все сказали. Ха-ха! Нет, ничего проще. Как в старые добрые языческие эллинские времена. К пифе сходил и все узнал. Что еще нужно? Нет, здесь должен трудиться, оказывается, сам. Сам изучать духовную литературу святых отцов, сам молиться, сам трудиться, чтобы, обращаясь за советом, оказаться не бездельником, который хочет себя запросто ничего не делая и получить, а человеком, который способен действительно серьезно воспринять, что ему говорят, и оценить это. Остышите? Это уже требует труда. И вдруг Принчинов пишет, а как же? А как же, говорят, вера вопрошающего, даже если он, пусть он и совсем и не святой, и не духовный, вера вопрошающего, разве не заменяет человеку всего? Разве Господь тогда не будет говорить через этого духовного, через это лицо? Человек, который верит в него и отвечает убийственный ответ. Вы только посмотрите, какой убийственный ответ дает он. Нет, говорит, вот и подтверждение вам, видите? Да. Нет, говорит, спасает вера в истину. Вера в ложь никогда никого не спасает. Вот такой ответ, друзья мои, на этот вопрос, который я вам передаю, я передаю, избави Бог, чтобы я мог отвечать на это сам. Передаю, что пишет по этому святитель Игнатий. К сожалению, этого его совета, этого его серьезнейшей мысли, поскольку сейчас все охвачены жаждой найти себе духовника, и отца, это хорошая, кажется, мысль, и все немедленно находят, все имеют, всегда. вот, это серьезнейшая мысль. Он как прям буквально предупреждая написал, мы слепы, поэтому мы должны быть очень осторожны, должны смиряться хоть немножко. Помня слова Христа, слепой слепого поведет, оба упадут в яму, а не хвататься тут же, я знаю, схватился, и все, ура, нашел себе, и с возом бух канаву. Надо понять, что мы слепы, поэтому с какой осторожностью нужно относиться к выбору наставника, наставника, и устанавливать характер отношений с наставником. Поэтому здесь вы пишете, если как узнать волю Божию, в монастырь или куда-либо. Уж, конечно, не потому, что, я думаю, что разумный наставник никогда вам и не прикажет идти, сказать, в монастырь или жениться. Если начнет приказывать, это уже вызовет глубочайшее, конечно, сомнение. Глубочайшее, да. А здесь уже это вопрос, на который нельзя вот так ответить, потому что каждая личность индивидуальна. Каждая индивидуальна личность. И здесь требуется что? Рассуждение. Рассуждение требуется. Посмотреть, что это значит. По крайней мере, не делать так, как некоторые делают. Идут какому-нибудь духовнику, и говорит, хочу жениться. А, у меня вот только вышла какая-нибудь рыжая. Давай. И все. А он потом воет. Ужас, что мне делать? Сам виноват. Ты сначала найди, удостоверься, а потом приди и спроси благословения. А не поступайте с духовниками, как древние греки и римляне ходили к оракулам и к пифиям. Вот так. Ну, хорошо. А, ну, вот опять послушание есть везде и повсюду, и все требуют практически слепого послушания. Можно послушать, что все святые, а святые исполнением все послушания. Что же откинуть свой рассудок или как? А остановитесь на что-то не понял, на примерах конкретных. Ну, это, собственно, продолжение этого вещей. Просто не смешивайте вы разных вещей. Послушание, я вам сказал уже, это то добровольное дело со стороны человека, когда он, он просит, вот, помните, вот того духовного, который он убедился, что он действительно руководитель, просит его принять, и тогда он вступает в отношении послушания. Как вступает? Добровольно, сознательно, сам. Все прочее, что в школе, что в армии, простите, что в тюрьме, дисциплина, не смешивайте. В нашем, правда, обиходе дисциплины уже мы именуем часто послушанием, но это вопрос другой. Но вы понимаете, что это дисциплина. Мы должны соблюдать, ну, конечно, иначе будет полная анархия. Тогда будет не коллектив, а я не знаю, что, но и в ковчегах. Да, дисциплина нужна, но нельзя смешивать великое слово послушание в аскетическом смысле святоотеческом и ту необходимую дисциплину, которую мы должны соблюдать по совести и по разуму. Это совсем разные вещи. Полезно ли это вставлять дисциплину? Да. Это тоже помогает человеку. Это тоже его смиряет. Тоже ему дает возможность видеть себя, видеть свои страсти и страстишки. Тоже необходимо. Но это не послушание. Это дисциплина. Эти два понятия не стоит смешивать. Так, в контексте уже сказанного, что есть послушание во словах нашего духовного учебного заведения. Видите, как раз. Приемлемо ли само понятие послушания во взаимоотношениях студентов и начальствующих? Просьба ответить серьезно. Отвечаю, я ответил самым серьезным, да. Да, это называет послушание, у нас просто уже этот термин уже просто вошел в наш обиход. Вы просто должны знать, что за ним скрывается идея какая? Дисциплины. Необходимые дисциплины. А без нее невозможно просто. Ни один коллектив, ни одно общество не может существовать без соответствующей дисциплины. Без этого просто нельзя. Так, и последний вопрос. Очень краткий. Как вот тут написано, знаете ли, настолько трудно, что я как вот а как понять все погибнут, а я то есть все спасутся. Один я погибну. Это же абсурд. Ну да. Все спасутся. Да. Ну, друзья мои, да, действительно, если взять формально подойти, то можно так и подумать. Все спасутся, один я погибну. Дело вот в чем, что это действительно, это вопрос, который стоит рассмотреть, друзья мои, да. Очень часто мы встречаем у святых отцов такие выражения, которые звучат очень странно, когда они, например, говорят, что они хуже всех. Помните, Пимен Великий, что говорил, поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я, Пимен Великий, что говорит? Или Сесой Великий, который просветился как солнце перед смертью, да, а когда его отцы спросили, да, то он что, помните, ответил? Сесой, что ты, тебе ли кается? Когда он сказал, что я прошу еще хоть несколько времени на покаяние, что он ответил тогда? я еще не положил и начало покаяния моего. В чем дело? Может быть, на это отвечает хорошо тот же Сесой. Когда к нему один пришел человек и сказал, что имеет он непрестанную память Божию, то на это Сесой ему ответил, это невелико. Вы представляете? Вы подумаете, времена какие. Человек имеет непрестанную молитву, ну-ка, мы бы сейчас бросились туфлю целовать, правда же, у него? А он отвечает, это невелико. Велико увидеть себя ниже всякой твари. О, вот это в корень показал. сказал. Что это означает? Все спасутся, один я погибну. Друзья мои, когда у кого очень сильно болит зуб, о чем он думает? Странное дело, ну, плюнул бы, ну и пусть болит, а мне-то что-то тебя. Правда? Хочется болеть? Ну, боли. А я себе ха-ха. Нет, ходит и воет. И ничего, главное, не видит. И никого не видит. И ничего видеть не хочет. Весь мир у него в этом зубе теперь уже сидит. Происходит ситуация именно такова. Когда человек вдруг увидит, что у него творится, увидит, что не случайно названы вот эти пороки страстями. Не случайно. Мы-то еще очень легкомысленно относимся к страсти и страсти. Слово страсть от слова страдания происходит. Вы слышите? Страдания. И разбередить это болото, это змеиное гнездо. Попробуйте-ка улей троньте, не защитившись. узнаете, что такое. Вот когда человек увидит это в себе, то невольно, невольно он весь окажется в чем? Вот созерцание этого своего состояния. И пораженный этим, потрясенный этим, он действительно только скажет, все спасутся, кроме меня. Вот откуда это идет. Вот это чисто психологическое явление. Вы не подумайте, что это есть утверждение истины объективной. Нет, нет. Это изображение того психологического состояния, в котором находится человек, показывает, что он увидел и как он увидел себя перед лицом того божественного света, перед которым встанет каждый человек. Это психологический феномен. вот в чем дело, а не абсурд. Это реальность. Так, кто страдает, думает, что у него самые сильные боли. У другого, конечно же, такого быть не может. Вся суть только именно в этом. И больше ничего. В чем онтологический аспект человеческого брака? Вы думаете, что я что-то знаю. Вы знаете, есть такое понимание сотворения человека, что творение Евы из ребра, там еврейское слово, которое переводится нас ребром, оно может быть переведено иначе, как некая сторона. Сторона. То есть сторона человека. И какая-то сторона, это очевидно. Это чувствующая сторона. Мужчины более рассудочны, женщины более чувствующие. В этом специфика, если хотите, полов. Это факт. Но факт это, что только их сочетание, гармоническое сочетание, делает человека полноценным. Ужасен тот ум и рассудок, который бессердечен. безобразно то сердце, которое безумствует. Подумайте, не правда ли? Так оно и есть. Только единство этих двух начал, их гармония, их уравновешивание делает полноценным человека или человеческую личность. брак. с этой точки зрения можно понять по идее, что такое брак. По самой идее. То есть, если хотите, здесь может иметь место, я говорю, может, но по самой идее так должно бы быть. Реально, как всегда, коэффициент полезного действия, вы знаете, может быть очень различным. но по самой идее, да, вот это происходит осуществление полноты, если хотите, человеческой природы. Вот так. Брак таким образом является как бы осуществлением этой полноты. Реально, вы знаете, это может совсем не быть или быть в малой степени, может быть и в большой степени, но по идее именно так. В этом, если хотите, антология брака. В этом именно. Вы просите меня на антологический аспект указать. Вот примерно он таков. Ну, святого Игнатия о духовниках, да, ну я бы мог дать, вы знаете, сейчас я вам скажу, опубликована в журнале Московской Патриархии моя актовая речь об обосновок духовной жизни. И там несколько высказываний, там может быть пять, шесть, семь, я не помню сколько, да, там приведено о духовниках, и там ссылки есть конкретные, точные, том, издание, страница, все точно. Так что, кто желает, то может посмотреть прямо конкретные ссылки. Правда, и только маленькая выборка, на самом деле, это вопрос, вопрос, заслуживающий самого серьезного внимания, изучения. отцы сказали, без рассуждения ничто не полезно. Ничто не полезно. И никакая добродетель без рассуждения не может быть таковой. Рассуждение высшее из добродетелей. А в таком вопросе, как духовное руководство, здесь надо быть особенно серьезным, внимательным и осторожным. Прекрещение дается благодатное семя. Как же тогда спасаются дети некрещенные, не имея богоподобного семени? Ну да, некрещенные спасаются, видимо, тем путем при общении ко Христу, в котором спаслись ветхозаветные праведники. Видите, есть два пути по учению церкви. Церковь прямо говорит, что все ветхозаветные праведники, которые не крещены и не причащались и не могли этого делать, естественно, тем не менее спасаются. А спасение возможно только в церкви. То есть они приобщаются, значит, к церкви. Но каким путем? Иным. Мы не знаем никаких деталей, так сказать, механизма этого пути. Мы не знаем. Знаем факт. Церковь об этом говорит. Спасаются. То есть следовательно, следовательно, они получают эту возможность приобщения к церкви, соединения в церкви, вхождения в церковь иным путем. Вот этот иной путь, он же не закрыт, запомните, Христос не привнес осложнений или затруднений в дело спасения. Не привнес, напротив, освободил, сделал его более легким, более доступным своим пришествием. Вы слышите? Более доступным сделал. А мы часто действительно загромождаем его. Помните, как он говорил законникам? Горе вам, законники, что вы сами не входите, взяли ключ разумения, сами не входите и хотящих катить не пускаете. Так получается и здесь часто. Очень часто мы сталкиваемся с этим явлением. Запомните, какой же он бы был спаситель, если бы, оказывается, в новом завете оказалось труднее людям спасаться, чем в новом. В ветхом и то спасались праведники. А в новом будь ты какой угодно праведник, а если ты не крещён, хоть ты и младенец, хоть ты свят, не от голубчика. Ну, конечно же, это ошибка, это заблуждение, которое, кстати, высказал единственный блаженный Августин и больше никто. Вот так. Так что спасается тем путём, другим путём ветхозаветных праведников. А, ещё здесь, да? Так. Что такое смирение? Особенно в отношениях людей друг с другом. Ну, друзья мои, об этом же пишет Слово Божие хорошо. Говорит, честью творите каждого и другого больше себя. Это необходимый принцип нашего поведения. Любовь не превозносится, не гордится, не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Слышите? Да. Не радуется неправде, а зарадуется истине. Всё покрывает. Всему верит. Понимаете? Вот. Так что в отношениях друг с другом, что, если бы мы к другому относились, к другому человеку, не как к тому, кто ниже меня, а такой же, такой же, по крайней мере, как я, может быть, даже лучше меня. Мы же не знаем суда Божий. Вы только подумайте. Мы же не знаем суждение Божие об этом человеке. А он выше меня. Посмотрите, идём преподобным Сергеем на колени, бух, всё. А почему это мы кланимся? То, что произнесён через церковь, если хотите, суждение Божие об этом человеке. А о другом, вот этот мой, о нём ещё церковь не признается туда. Но откуда я знаю, кто он, и где он, и каков он будет? Если бы такая мысль была, то мы, наверное, бы относились к нему иначе. Вообще невозможно смирение там, где нет видения своей болезненности. Пока я вижу себя хорошим, я не могу относиться с смирением к другому. Если я вижу себя больным, я посочувствую другому больному. Принцип смирения осуществляется только тогда, когда я не буду забывать, что я болен, даже если болен и он. Другого пути просто нет. Так, хорошо. Вы что-то ещё хотите спросить, да? Каким образом понять термин только не приложение, а приложение? И что вы можете сказать о Таинстве Евхаристии? Ну, термин приложение. Термин приложение, претворение, которое употребляется в наших священных молитвах, в нашем служебнике и так далее. Это есть термин, который указывает на то таинственное, что происходит за фитургией. Приложение и претворение. Речь идёт о чём-то, о каком-то изменении, таинственном изменении, благодаря которому, благодаря которому, мы причащаемся самого Христа. Этим самым данный термин очень серьёзно отличается от термина западного, католического термина «пре-существление», которое есть и по самому смыслу, по содержанию, есть не что иное, как «пре-ве-ще-ствление», то есть изменение сущности одного вещества в сущность другого вещества. Это есть ересь, совершенно очевидная. Первая и серьёзная ересь. Христос воспринял истинную природу человеческую. В лице человека он воспринял истинную природу тварную. Афанасий Великий пишет, что всё естество творения едино. Вы слышите? Всё тварное по существу своему, по сущности, едино. И когда мы говорим о теле Христовом, то тело Христово ничем не отличается от наших с вами тел. И не отличается от всех прочих вещей материального мира. Католическое богословие, которое пошло по пути схоластики, вот в XI веке, в частности, ввело и этот термин «пре-существление». Оно пошло просто по пути аристотелевской философии и перевело идею великого таинства причащения Христа перевело в область в область чисто рациональных спекуляций и понимания того, как это можно понять, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой. И придумали вот эту идею используя Аристотеля. И сведя всё таинство к чему? К пониманию процесса превеществления. Это беда. Потому что суть таинства Евхаристии совсем не в этом. В том, что мы причащаемся Христа самого, Бога-человека, становимся частью Его, Его, Христовой частью, становимся. Вот. Это есть две крайности, две точки зрения западного христианства, которые уходят от истины. С одной стороны, католическое превеществление, с другой стороны, протестантское присутствие Христа в Евхаристии. Оба термина ужасные, просто еретические. Превеществление понятно почему, потому что суть таинства совсем не в изменениях вещества. Присутствие Христа Евхаристии – другая ересь, нестарианская. Христос пока причащается, присутствует. Вот у литерана. Кончилось причастие – всё. Вот недавно в Киеве я спрашивал, так, а дальше что с этими дарами, как вы поступаете? Дальше – это тело и кровь Христова по-вашему или нет? Христос присутствует? Нет, всё, Христос уже не присутствует. Что вы как поступаете? По-разному. Иногда потребляют, выражают нашим языком, иногда выливают их куда-нибудь, куда попало. Христос не будет же присутствовать там, где, что, в этих дарах, когда никто же им причаться не будет. Вот две крайности. Две крайности. Как всегда, как всегда, не знаете ли, эти крайности свидетельствуют о том, что истина находится где-то в другом месте. Вот этот термин «приложение», он как раз и говорит, что здесь совершается некое таинство, хлеб и вино во время святой литургии, да, как тем же действием, наитием Святого Духа, как это было в Боговоплощении, воспринимается Богом Словом, Свою ипостась, как человеческое естество. Не Христос присутствует дарах, а дары воспринимаются в природу Бога Слова Воплощенного. Таким образом, мы, причащаясь этих хлеба и вина, становимся сопричастниками, сотелестниками Христу, ибо они становятся кем? Входят в естество, Бога-человека, Иисуса Христа. Вот, что выражается этим термином. Наука служит основой научного материалистического мировоззрения, основой атеизма, с необходимостью, вытекающего из достижения познания. она опровергает религию, доказывает ее полную несостоятельность. Комментарий, да. Дело вот в чем, что если бы действительно наука была основой атеизма, то тогда ни один ученый бы никогда бы не верил в Бога и не был религиозным человеком. Ни один. Уж кто уж лучше всего знает науку? Это, наверное, ученые. Мы знаем массу ученых. Было и есть, которые остаются людьми верующим. Это факт, который уже, наверное, должен был бы заставить задуматься. Сразу. Не наука является основой атеизма. Кстати, атеизм антинаучен. Антинаучен. Я хотел сказать псевдонаучен. Нет, он антинаучен. С точки зрения науки мир бытия бесконечен. Вы слышите? Это бесконечное бытие. Поэтому для науки остается только вариант какой? Если мир бесконечен, то следует, даже если бы Бога не было, наука никогда не могла бы об этом сказать. Остается только один вариант, что наука когда-то на своем пути встретит Бога и скажет да, вот факты, которые свидетельствуют о его бытии. Вы слышите? Еще раз повторяю. Поскольку мир бесконечен вглубь и вширь, это бесконечное потрясающее что такое бытие. Бесконечное. Поэтому наука в принципе, даже если бы Бога не было, вы слышите? Даже если бы не было, она бы никогда не могла сказать, что его есть. Она только что может сказать? Я не знаю, есть он или нет. Вот самое, самое большее из отрицательных, что она может сказать. Не знаю. Но, но, вот хотя бы тот принцип антропности, о котором сегодня я говорил уже вам, уже даже он является почти таким просто сокрушительным аргументом, который свидетельствует о бытии высшего разума. Для многих, по крайней мере, ученых это так. Но это заблуждение, что наука является основой атеистического мировоззрения. Атеизм просто ищет за что бы уцепиться. Но, повторяю еще раз, это серьезнейший аргумент. Масса, огромное количество ученых, которое было и остается людьми религиозными. Этого не могло бы быть, если бы наука действительно свидетельствовала о небытии Бога. Николай Афанасьев в книге «Церковь Святого Духа» описывает несовершенство отношений в церкви. Что делать, если чувствуешь несогласие с линией церковного начальства? Ну, тут, что ж там Николай Афанасьев? Я думаю, что больше всего об этом говорит сам Иисус Христос, а не Николай Афанасьев. Самая убийственная критика, самая убийственная, причем истинная, не просто какие-то эмоции, а исходящая из уст самой истины, критика, это критика Евангелия. Вы же понимаете, что вся та критика, которая и там имеет место против книжников, то есть богословов, фарисеев и законников, то есть, ну, будем говорить, монашства, духовенства, архиереев, перевод не требуется, да. Вся эта критика, которая есть там в Евангелии, она же, она же помилует. Вы что думаете, относится что ли только к ним? А мы тут ни при чем? Это слишком было бы легко. Так что, зачем там Афанасьев нам? У нас есть авторитет гораздо более высокий, несравненный. Да. Нужно просто смотреть на себя. Что делать? Да, вы говорите, что делать, если чувствуешь несогласность? Друзья мои, истина в нашем этом мире распита. Не надо этого забывать. Мы часто лезем на стенку в поисках этой правды, забывая о том, что не может этой правды быть вовне, пока этой правды нет во мне. я возмущаюсь неправдой, которая совершается вокруг меня. Я молчу и скрываю ту неправду, которая сидит во мне. Если бы я ее увидел бы и хоть немножко покопался, насколько снисходительнее я бы стал к неправде других людей. Я бы совершенно иначе бы стал смотреть на это. Вот сегодня мы с вами об этом говорили. «Никогда мы не сможем иметь правильное отношение к другим людям, пока не увидим мы верно самих себя». Нет правды на земле. Есть только жалкие ее крупицы. Блажен тот, кто стремится к ней внутри себя. Блажен тот, кто ту клеточку, которая ему поручена, вы слышите, ему, не чужую клетку, а свою, вот маленькую, и что мы называем послушанием, исполняет действительно праведно. Вот здесь постарайся осуществить правду в границах тех возможностей, которые даны тебе. Тогда только ты увидишь, увидишь по слову Евангелия, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Другого способа я не вижу. Другого просто не вижу этого способа. Пока не обратимся к себе, невозможно. друзья мои, а искать абсолютные правды бессмысленно распита она две тысячи лет тому назад на кресте. Это не стоит забывать. ваше отношение к экуменическому движению. Слушайте, это уже чтобы меня покончить тут. Так вы знаете, кого вы спрашиваете? Да. ну хорошо, я вам сейчас прочту лекцию. Так, сейчас без пяти семь у вас ужин во сколько? Восемь. Ну, до двенадцати мы кончим. Ничего, вы не беспокойтесь. До двенадцати кончим мы. Ну, хорошо. Друзья мои, во-первых, вы должны понять, что такое экуменическое движение. Значит, это движение, которое ставит своей целью объединение всех христиан в одной, в одной, единственной какой? Святой, единой, святой, соборной, апостольской церкви. Это понятно, да? Так, хорошо. Так вот, на эту проблему единство, видите, какое единство? Существует три... Может быть, в какой-то степени полезно нам с вами встретиться, поскольку каждый раз когда мы на лекциях с вами встречаемся, то возникает масса вопросов, и я едва успеваю ответить на какой-нибудь один, как сразу вижу кроткие лица и стук ногами под столом. Это знак, всё, урок окончен. Да, пора по домам. Так что у нас всегда не хватает времени, поэтому сегодня по договорённости с четвёртыми классами, да, которые, как я вижу, увлекли и некоторых других, мы решили сегодня встретиться с тем, чтобы разобрать опять-таки некоторые вопросы, потому что я не уверен, чтобы мы смогли с вами закончить все. Их же бесконечное множество, вы же знаете. Когда меня спрашивали, как назвать наш вечер, то я посоветовал его определить как вопросы православия. православие. То есть мне хотелось бы, чтобы они вращались именно вокруг того, что нам наиболее дорого и ценно, именно православие. Но что такое православие? Вопрос, на который, кажется, ответит и каждый из нас, и в то же время, мне кажется, каждый затруднится сказать, в том числе и я. В чём причина. Одна из них, что это очень широкая область веры и жизни. Другая причина, как и сам Бог велик и широк, и как сам Бог прост, так же просто с другой стороны. И та вера, которую мы исповедуем, православие. А всё простое требует не столько объяснения, сколько непосредственного переживания, непосредственного личного включения вот в эту жизнь, которая именуется православием. Собственно, по существу что такое православие? Православие по существу это есть правильная человеческая жизнь. А правильная человеческая жизнь что включает? Правильное убеждение, правильную веру. Ну, подумайте, мне нужно поехать в Москву, мне говорят, нужно садиться на эту электричку. А я не поверю, скажу, это вы мне не рассказываете сказки. А вот другие говорят, надо в другую сторону. Представьте себе, ну, хорошо, здесь попроще. А где-нибудь в Нью-Йорке? Ну, ладно, в Москве зачем? Куда идти? Как важна вера? Но вера кому? за верой всегда следует опыт познания, за опытом убеждения, но все это сопряжено с конкретной христианской жизнью. Вот православие чем и отличается от, может быть, других, я бы сказал, религий, других убеждений, что оно требует не просто жизни по определенным нормам, а требует правильной веры, правильных принципов отношений к этой вере и правильной действительно уже затем христианской жизни. Может быть, еще на что стоило бы обратить внимание, поскольку все мы находимся в школе и все мы вместе учимся и учащие, и учащиеся. Все учимся вместе. Это очень важно, что для правильной христианской жизни необходимо правильное знание. Необходимо знание, как жить. Это в высшей степени важно. Теоретическое знание того, как нужно делать, совершенно необходимо. Почему все люди, опытные в духовной жизни, предлагают людям читать что-то, советоваться с кем-то, не с кем-то, конечно, а читать конкретную литературу полезную, советоваться с людьми, опять-таки, теми, которые знают и понимают, не с каждым советоваться, а с тем, кто действительно может и знает. Почему наши монастыри всегда были центром образованности, центрами духовного просвещения, центрами знания? теоретическое знание человека предваряет его практический опыт. Без правильных теоретических знаний мы не можем начать правильную жизнь. Вот эти теоретические знания, они приобретаются путем доверия кому? Сразу стоит вопрос о том, кому? Это самое первое. Хорошо у нас еще есть непререкаемые авторитеты. В этом как выгодно мы отличаемся от западного христианства? У нас есть именно святоотеческое наследие, то есть у нас есть те, которые прошли путь духовной жизни, доказали это самой жизнью, что они достигли познания истины. Их опыт, как опыт все церковные, имеет огромнейшее для нас значение. Не индивидуальный, не чей-то единичный, а общий опыт. Этот общий святоотеческий христианский опыт в своих началах и называется опытом соборным, опытом всецерковным, потому опытом истинным. Запад весь рассыпался в чем? В мнениях. В настоящее время там нет уже понятия самого понятия истины. Нет. Вы верите, что Иисус Христос воскрес? Пожалуйста. А другой не верует. Мне, мне лично доказывали светило западной богословской науки. Один доказывал, что Иисус Христос не воскрес, богослов. Другой епископ доказывал мне англиканский, что Иисус Христос не Бог. Третий уже, к сожалению, православный богослов, еще ныне здравствующий, очень известный, не буду назвать имя. мне доказывал, и даже не столько доказывал, сколько даже поносил меня, но утверждал никаких вечных мук. Это злодейство это утверждать. Вопрос, кстати, серьезный, немаловажный. Я мог бы понять такую эмоцию изус студента, который еще мало что знает, но когда здесь уже человек, проживший долгие годы, да, и богослов уже большой, утверждает, то приходится только об этом сожалеть. Вот этот западный менталитет, я бы сказал, или западное мышление, западный принцип отношения к христианству порочен тем, что предоставляет каждого человека самому себе. А мы знаем сколько людей, столько мнений. В результате истина рассыпается и человек остается ни с чем. Это беда. Это беда нашего времени. Сейчас эта волна движется на нас. Это волна протестантизма, вот этого индивидуализма, субъективизма идет на нас. Вот вчера мы встречались здесь с преподавателями средних школ Сергиева Посада и района. И одна из учительниц прямо сказала, нас учат, чтобы мы сами толковали Библию так, как мы ее понимаем, чтобы каждая из нас преподносила Библию так, как она видится, как ей представляется, как чувствуется. И верно она сказала, куда же это нас толкают? Как замечательно, женская интуиция не подвела. Верно. Толкают куда? В полный хаос, полный произвол. То есть полное перечеркивание того пути жизни, на котором только человек может прийти к познанию Бога. Ну, хорошо, друзья мои, это просто я решил сказать несколько предварительных слов с тем, чтобы отец Тихон за это время сориентировался в вопросах и смог затем, распределив точно их все по полочкам, по категориям, по степени значимости и так далее. Затем уже оглашать их для всеобщего сведения. Я специально не взял очки, специально, чтобы уже полностью соблюсти независимость от того, что там написано. И не смотреть. Вдруг что-нибудь страшное там будет. Ну, хорошо, отец Тихон, давайте, начнем, потому что я вижу записок много, а времени всегда мало. Это вы знаете. В нескольких записках встает вопрос, что такое первородный грех, после чего он прощается. Ну, вы знаете, вот завтра я как раз буду читать об этом лекции для четвертых классов здесь, как раз на эту тему. И приведу вам целый ряд высказываний. Я говорю вам, то есть четвертым классом, да, целый ряд высказываний богословов, да, и авторитетов наших церковных, и общая их мысль, общая и единая их мысль такова, что в отличие от западно-католического представления, где первородным грехом называется личный грех Адама, то есть первых людей, все восточное святоотеческое богословие всегда, всегда именовало таковым грехом, хотя даже этого термина не было, именовало ту порчу человеческого естества, то расстройство человеческой природы, которое возникло вследствие греха Адама. Это расстройство отцы изображают в таких словах, в сильных. Василий Великий говорит, человек рассыпался на тысячи частей. Григорий Богослов и следующие отцы за ним все говорят, человек распался или лучше сказать природа человеческая распалась на как бы автономно функционирующие ум, сердце и тело, которые в вопросе отношения к святыне и к истине постоянно противоборствуют друг с другом. Ум утверждает вот же где истина, сердце влечется совсем в другую сторону, тело кричит плевать мне на вас обоих. Лебич, рак и щука точно. Вот каково святоотеческое понимание этого вопроса. Кстати, это понимание имеет место и на страницах многих наших догматических пособий, но, к сожалению, не всех. Как он изглаждается? Ну, я сейчас вынужден говорить кратко и не имея у себя под руками святоотеческих высказаний, я только изложу вам только мысль, идею, без каких-либо подтверждающих текстов. Просто их у меня сейчас нет под руками. Как он изглаждается? В том-то и дело, что поскольку это наследственное расстройство природы, то расстройство, которое мы заимствуем от первого человека, и которое поэтому передается из поколения в поколение, и которое является уже, так сказать, генетическим расстройством наследственным, то ни один человек, как бы он не подвязался, как бы он не каялся, как бы он не молился, не может исцелить природы. Афанасий Великий по этому поводу пишет четко и ясно. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет нашей природы. Вот по какой причине омывает грехи, но не исцеляет природы. Первородный грех бывает. Омывает грехи, но не исцеляет нашей природы. Вот поэтому-то понадобилась жертва Христова. Никто из людей не в состоянии исцелить природу. Даже омывая грехи, он остается лебедем, щукой и раком. Христос через воплощение свое, через страдание, как пишет об этом хорошо апостол Павел, через страдание совершил, усовершил, то есть сделал совершенной нашу человеческую природу, воссоздал ее в самом себе. Об этом говорят целый ряд отцов, начиная с Афанасия Великого, раньше, с Ирине Илеонского даже, которые прям все один за другим говорят, в себе самом, исцелив эту природу, он стал новым Адамом, вторым Адамом для всего человечества. Разница только в чем? От первого Адама мы рождаемся стихийно и бессознательно. Рождение же новое требует свободы человеческой волны, произволения, стремления к святыне и к истине. Здесь мы и получаем как раз новую наследственность. Вот так примерно вкратце такова ситуация в этом вопросе. Завтра я его вам процитирую, кстати. это преступление закона Божьего данного в районе прародителя Адама. Тей прародительский грех перешел от Адама во все человеческое естество. По элегу все мы тогда находились в Адаме и таким образом через одного Адама грех распространился на всех нас. Поэтому мы начинаемся и рождаемся с тем грехом. Первородный грех не может быть заглажен никаким покаянием. Он охлаждается только благодатью Божией через воплощение Господа нашего Иисуса Христа и пролить от честной крови Его. Действие совершается в таинстве святого крещения. Посему кто не крестился тот не освободился от всего греха. Но подвержится в небу вечной казни послал Аминь, Аминь, Благодарю тебе. Аще кто не родится в воду и духом не может сникли в сердце Божием. И дальше от самого греха надо отличать его с детства. Ну, знаете, может мы завтра займемся этим, чтобы всегда... Восточный патриархов Вот завтра я мы их процитирую как раз, да. Как раз процитирую именно их. И мы с вами как раз займемся этим вопросом поконкретнее. Я просто боюсь сейчас перед лицом такой массы записок сейчас увлечься в эту струю до предела, иначе мы будем заняты. Так. Спрашивают, что значит Господь Иисус Христос нас спас? Это, по-моему, самый центральный вопрос нашей и догматики, и нравственного, я бы сказал, богословия. Действительно, что значит Христос нас спас? Я как раз этот вопрос часто задаю всем. Да. Я уже сказал, что совершил Господь в своей жертве. Он воссоздал человеческую природу. В самом себе, по словам величисленных отцов. Стал родоначальником вторым Адамом. Теперь человечество получило полную и реальную возможность получить от Христа новую природу, новую наследственность и стать со-христовыми, со-телесными Ему, едиными с Ним. Это совершается в Таинстве Крещения, особенно в Таинстве Причащения. И все прочие Таинства служат этому же воссозданию, ради которого пришел Христос. То есть, что он сделал? То, чего никто из людей не мог сделать. Мы уже с вами сейчас договорились, что, как пишет Афанасий Великий, покаяние, даже покаяние, это величайшее, что имеет человек, лишь омывает грехи, но не исцеляет природы. Вся значимость жертвы Христовой в том и состоит, что он открыл возможность к исцелению природы каждому человеку, кто желал бы этого. Вот то самое основное, что он сделал. То есть, спасение Христова – это не есть просто акт, автоматически распространяющийся на каждого человека. В этом отношении мы решительно расходимся с протестантизмом. Отцы прямо заявляют – Бог спасает нас не без нас. Но не мы исцеляем свою природу. Вот в чем дело. А мы соизволяем только правильной христианской жизнью, то есть, исполнением евангельских заповедей мы делаем свою душу доступной действию Божию. Представьте вот окно. Оно закрыто, замазано черным лаком. На улице солнце сверкающее, а у нас тьма. Не мы солнце сотворили, не мы заставили его светить, не от нас зависит, светит ли солнце или нет. От нас зависит что? промыть эти окна. Вот окно нашей души как раз и промывается чем? Во-первых, исканием истины Божией, во-вторых, покаянием исполнением заповедей. Но если раньше все это, хотя имело место, но лишь омывало грехи, то отныне с пришестием Христовым начинается процесс исцеления человека, который ведет подобный же образ жизни. Это первое следствие. Второе следствие в отношении тех, кто уже отошли к нашим правоцам. Вот та искореженная природа, которая была изувечена первым грехом Адама, не могла воспринять Бога, не могло быть единения, ибо ничто, ничто не должно и не может соединиться с Богом. Вот это вот по этой самой причине никто из людей до пришествия Христова, до его жертвы, не мог достичь того блага, которое именуется Царством Небесным. Через Христа только происходит восстановление человеческой природы. Поэтому все те, кто были истинно верующими и до Христа, кто каялись, кто осознавали свое недостоинство, и они с пришестием Христова приобщились его телу, то есть Церкви. Это, конечно, особый путь. Это особый путь. Мы приобщаемся к Церкви здесь, сознательно, через крещение. А они приобщились к Церкви, не имея крещения, ибо они умерли до Христа, но они вошли в это тело Христова, стали его членами и приобрели спасение. Опять-таки, благодаря чему? Этой жертве Христова. Вот такие основные мысли, которые дают нам возможность понять, что же означает, что Христос нас спас. Это не автоматизм, а это есть открытые двери. Двери открыты. Вот на Пасху мы будем слышать, что совершил Христос. разрушил вереи адовы. Как относиться к снам и можно ли верить им? Друзья, по-видимому, я постараюсь по всем вопросам, которые есть, конечно, высказывать не свое мнение, а мнение святоотеческое. В данном случае оно, святоотеческое мнение, здесь очень единогласно. оно всячески предупреждает человека от доверия снам. При этом говорит, что очень часто сны могут быть очень правдоподобными. Могут быть, если хотите, даже прозорливыми, точно сбываться. Тем больше, говорят они, бойтесь снов. Ибо тактика лукавого одна. Сначала добиться доверия человека, а потом такое представить, что человек с ума сойдет или самоубийством кончит. Так делают все лукавые люди. Главное втереться в доверие, а потом сделать свое дело. Здесь та же самая тактика. Поэтому отцы решительно советуют, не доверяйтесь нам, помните, что мы люди грешные, и что мы не достойны никаких откровений. Поэтому относитесь к нам как к чему-то стороннему, чуждому. При этом они высказывают мысль очень и очень важную. Даже если бы, говорят они, что-то человеку явилось мне истинно и от Бога, Бог не прогневается, если человек, осознавая, что он не достоин никакого истинного видения, отвергнет это. Бог не оскорбится этим, а напротив воздаст этому человеку. Напротив, если человек примет ложь за истину, то гибель неминуема. Это вопрос очень насущный, потому что, к сожалению, да, с нам, вот эта вера с нам очень распространена в нашем народе. И сколько людей из-за этого страдают, смотрим, сколько они тратят времени, сколько, простите мне, просто болтают, тратятся силы душевные, телесные, тратится время, искажается сам духовный путь человека. Повторяю еще раз, отцы запрещают верить нам. Зачем нужны молитвы святых? Ну, этот вопрос надо расширить. Почему молитва только святых? Я думаю, что зачем молитвы нужны друг за друга, всех нас? Ведь доходит до Бога всякая искренняя молитва, то есть чистая. Действительно, а зачем нужны молитвы? А особенно непрестанные молитвы? Странно, не правда ли? И вообще зачем нужны длинные эти богослужения? Зачем нужны вообще молитвы, а не только святых молитвы? Вы этот вопрос лучше задали бы, знаете, кому? Вот двум влюбленным. Вот они полюбили друг друга, правда? Но зачем им еще встречаться? Скажите. Зачем? Все уже ясно, что еще? Странно. Чего они опять бегут, все встречаются? Зачем? Все, полюбили, ну и все, славьте Господи. Теперь занимайтесь каждым своим делом. И зачем это они опять встречаются, опять говорят, и ни о чем говорят, лишь бы говорить о чем-нибудь? Удивительное дело. Что за странности такие? Картина приблизительно одинаковая. Молитва это есть, молитву можно уподобить крови в организме, которая питает весь организм, питает все члены и делает их едиными в организме, в нашем организме. Не случайно апостол Павел и церковь назвал телом, телом. Что же объединяет это тело? Это тело объединяет та степень любви, которая есть в каждом человеке. Эта любовь неминуема и обязательно выражается в чем? В молитве. В молитве о себе, в молитве о других. Любовь не может быть бездейственна. Любовь это самая активная сила. Она не может видеть, как пишет Исаак Сирин, ни малейшего страдания никого, тем более страдания от греха. Поэтому там, где есть действительно христианская любовь, там есть и молитва, ибо молитва это любовь, любовь это молитва, и церковь не может быть без этого. И святые тем более, поскольку они достигли большего, чем мы, большей чистоты, большей любви, ибо любовь есть верх всех добродетелей, поэтому они исполнены молитвой. А почему нужна молитва? Ну, это пусть подумает каждый, да, зачем ему нужна молитва? Ну, правда, если я безгрешный, то, конечно, не нужна молитва. Вот умирал Франциск Асиски и говорит, я прощаю всем братьям. Представляете? Я исполнил все, что должен был исполнить. Представляете? Асисой великий умирал и говорил, не знаю, братья мои, да, положил ли я хоть начало покаяния моего? Все умирающие просили молитв. Молитва это есть та помощь, которую мы оказываем друг другу. Реальная помощь, реальное содействие. В духовной жизни повторяется то, что мы видим в этой жизни. Как в этой жизни сильный помогает слабому, богатый бедному, ну, при условии, что это нормальные люди. Ненормальные не помогают, конечно. Я говорю о нормальных людях. Так и в духовной жизни. Молитва это есть то, чем мы помогаем друг другу. Типа молитва это есть акт любви, а Бог есть любовь. И через молитву осуществляется единение людей. Единение. И это единение, и есть та реальная помощь, которой мы помогаем друг другу. Объясните, пожалуйста, различия в терминах присуществления и приложений в Евхаристии. Очень часто в книгах эти понятия идентичны. В догматическом богословии Макария Булгакова эти два термина употребляются в одинаковом смысле. термин присуществления в латинском языке транс субстанциацио пришедший к нам из католического богословия. Он отражает то понимание Евхаристии, которое существует в этом богословии, католическом. Если попытаться его выразить так, не вдаваясь в большие тонкости, самую суть этого термина, то можно было бы сказать, что этот термин означает превеществление, то есть изменение вещества хлеба и вина в вещество тела Христова. Как раз он и возник приблизительно в ту эпоху, когда увлекались алхимией. Алхимией, знаете, идея какова? Превратить простые металлы в золото. Поэтому этот термин весь акцентирован на попытке вскрыть и понять, что же там происходит в физическом плане. и придумали наконец, что оказывается меняется сущность хлеба, притворяется в сущность тела, а явление, то есть внешняя видимость остается по-прежнему. Восточное богословие никогда этим вопросом почти не занималось. Оно всегда просто говорило. Эти хлеб и вино отныне становятся телом и кровью Христовым в литургии. И именовало это, вот это изменение, это таинственное изменение, именовало термином приложение, претворение. Терминами, за которыми не стоит какого-то конкретного смысла, указывающего на то, как происходит и что происходит. Указывает, что происходит. Что-то радикальное, очень существенное, серьезное происходит. И все. Как? Молчали. Действительно, нам ли говорить об этой тайне? И вот здесь происходит тайна та же, того же порядка, как и тайна Бога воплощения. Как в Бога воплощении человеческая природа соединилась неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, так и здесь происходит. Так и здесь происходит то же самоединение Бога с тварностью. Ибо Афанасий Великий очень хорошо пишет, да, что все творение, лучше он пишет, он пишет так, что Дух Святой отличен от всего, от единства всего тварного. Он оказывает на то, что материальная сущность всего тварного едина. Едина. И поэтому в Евхаристии происходит не какое-то там изменение одной сущности тварной в другой, ибо сущность одна и у хлеба, и у тела, и у камня, и у цветка, и у человека. И тело Христов ничем не отличается по своей физической сущности от нашего тела. Это догмат. Ничем. Значит, существо таятся совсем в другом, не в превеществлении, не в изменении вещества, а в том, что отныне эти хлеб и вино не слитно, неизменно, не раздельно, не разлучно соединяются с Богом, Словом, воплощенным. Поэтому они становятся телом и кровью Христовой. Это выражается восточными терминами, литургическими терминами, приложения, претворения, указывая на ту тайну, которая происходит здесь. А присуществление грубый термин, грубый. Термин физический, термин, пытающийся вскрыть эту тайну, термин, фактически, фактически ничем не отличающийся от понимания того, что происходит, происходит, или думали, что происходит в алхимии. Почему Бог есть Троица? Не знаю. Он просто таков есть. Вот почему красный цвет есть красный? Вот вы сидите на этих, почему он красный? Да. Скажите, окрасили, ну верно. А вот цветок почему красный? Бог таков есть. Поэтому сказать, почему? Это псевдовопрос. Среди учащихся есть неправильное мнение о том, что Господь Иисус Христос воспринял условно в целях домостроительства не только безукоризненные страсти, но и укоризненные, такие как услождение, пища и питье и плотские влечения. Это мнение полностью противоречит тому святоотеческому учению, которое изложено в точном издражении православной веры. Разъясните, пожалуйста. Ну, конечно, я не знаю, откуда только такой взгляд мог прийти, да. То есть, были такие точки зрения в истории еретические. Максим Исповедник прямо делит страсти на неукоризненные и укоризненные. Вот завтра мы об этом опять будем говорить четвертым классом. Да. Ну, неукоризненные страсти это какие? Это влечение ко сну, так, необходимость питания, отдыха и так далее. То есть, то, что свойственно нашему организму, нашему проявлению души и тела. Так сказать, естественность, потребности, потребности человеческого естества. Да. Укоризненные страсти это те, которые проистекают из неверного употребления этих этих свойств. То есть, из греха. То есть, страсть как грех понимается здесь. Ведь, когда начинает страсть у человека? И откуда они у нас начинаются? Если бы мы не давали им волю, если бы человек не давал волю греху, у него не было бы страсти, не было бы порока. Если бы знал, кто первый раз упивает там рюмку вина, что он будет пьяницей, многие так и говорят, он бы никогда, может быть, этого не сделал. Страсть рождается из чего? Из удовлетворения, ненормального удовлетворения многих вещей. Даже подчас естественных потребностей человека. Вот отсутствие борьбы с грехом, укоренение этого греха приводит к страсти. А страсть уже делает человека порочным, как таковым. Так вот, мы видим, что даже в Ветхом Завете все люди, даже обладая одной и той же природой, тем не менее, весьма были различны. Были праведники, были преступники, был Каин, а была честнейшая Херувим. Одной природой обладали, той же самой, а смотрите, насколько разные отношения было к тому, что возбуждается во мне. Ясно, что если даже простые люди, будем говорить, простые, и то часто достигали великой праведности, то что же говорить о Христе? Неужели можно себе представить, что у него какие-то страсти уже возбуждались? Ну, конечно же, нет. Помните искушения? Были? Да. Дьявол пытался? Да. Мы видим отношение Христа. Мы видим отношение к этому. Он не дал ни малейшей йоты к развитию того, что мы именуем грехом или страстью. Он показал удивительнейший пример, это все святыни. То есть, он показал, как относиться к этим искушениям, дал пример каждому, но и сам, сам, как видите, поэтому не испытывал борений страстей, о которых вот мы можем говорить или подразумевать. Так что таких укорительных страстей у него не было, потому что он не давал им, он не мог даже дать им развиваться. Он не дал ни на одну йоту, что называется, дьяволу, который искушал его, место в своей душе. хотя тот и пытался на всякий случай. надо же попробовать. Может быть, и удастся. В чем состоит наше спасение? Спасение состоит в том, чтобы увидеть себя погибающим. и не только увидеть, но и почувствовать, не только почувствовать, но и ощутить боль от этой погибели. Тот, кто не видит вот этой своей поврежденности природы, не видит, насколько мы, я болен, тот, конечно, никакого спасения не получит. Причина очень простая. Спаситель-то кому нужен? Погибающему. А если я не вижу себя погибающим, мне никакого спасителя не нужно. Христианин тот, кто видит, что ему нужен спаситель. Почему сам Христос сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию? Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Как постоянно он говорит об этом? Посмотрите, с какой милостью он относится, как он за Хею Матарю приходит, известному грешнику. Возмутились все праведники, как он ест и пьет с такими людьми? А он что сказал? Ныне пришло спасение дому всему. Вся суть спасения заключается в том, чтобы человек наконец увидел себя, какого он есть на самом деле. Вы знаете, что мы все в розовых очках ходим? У нас всегда виноват он, она, они, оно, все вместе. Я никогда не виноват. Вот это беда! От этого пришел Христос спасти. Вся аскетика, все подвижничество, все посты и молитвы, вся церковная дисциплина, все, 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 что есть в церкви направлено к одной и единственной цели, чтобы наконец-то человек увидел, кто он есть на самом деле, увидел свою природу. Это видение, оказывается, имеет две стороны. Оно двустороннее, и эти обе стороны идут параллельно. Почему Исаак Сирин говорил, что воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И есть не будет такового напрасное все добродетели и все труды. Вот это нужно твердо знать, что добродетели, подвиги, молитвы, посты не сами по себе имеют какое-либо значение. Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю. Ты меня победил смирением. Помните, что говорил сатана Антония. Это именно так и есть. Вся суть спасения направлена именно к этому, чтобы человек через осуществление заповедей Божиих наконец увидел себя. Семен Новый Богослов так и говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Обращаю ваше внимание, вы только посмотрите, насколько христианство отлично насколько православие отлично здесь от всех других, не только религий, но и конфессий. Тщательное исполнение заповедей. Что человек открывает? Что скажет вам католик? О, он приобретает необыкновенные заслуги, сверх заслуги, сверх должные дела. Что скажет протестант? А все это глупости. Зачем исполнение все такое? Мы спасаемся не делами, а верою. Верой, и ты спасен. Что скажет мусульманин? Что сказать буддист? О, ты тщательно исполняешь, ты достигаешь власти над самим собой, над природой, над людьми, ты достигаешь состояния, озарений, ты близок нирване, ты совершенен, ты он. А что говорит православие? тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощи. Это, оказывается, самое важное видение человека. Самое главное, что нужно нам, вы слышите? Самое главное, без чего невозможно спасение ни одного человека на свете. Тот, кто не увидел, что он нуждается в спасении, тому не нужен Христос, и, следовательно, он становится антихристом. Вот почему в Евангелии мы не находим ни одного обличения грешников, зато какие резкие находим слова против праведников. Горева, Змеевы, Порождение Хиднины, Гробы окрашенные. Вот какие слова несутся в адрес первосвященников, архиереев, богословов, то есть книжников, фарисеев и так далее. Гневные слова, слова буквально проклятия и отвержения. Причина все та же. Та же. Гордыня отлучает человека от источника жизни Бога. Смирение соединяет с Ним. Ибо это видение грехов приводит человека к смирению. И там, в глубине смирения, в глубине человек соединяется с Богом. Не наверху в экстазе, а в глубине. Вот что самое главное в спасении для человека. Можно ли назвать чин пострига в монашество таинством? И есть ли сущностное различие пути спасения в монашестве и законом браки? Мне кажется, что это уже давно нужно понять, что в церкви не совершается пустых обрядов. Иначе я не знаю, чем бы тогда мы бы назвали церковь. Нет пустых обрядов. Все, что совершается в церкви, совершается с верою, что Господь не спосылает благодать, соответствующую благодать. В первом перечислении таинств всех семи. До этого они все называются, а вот в перечислении, когда семи, это произошло где-то в 1209, где-то в 2009, что ли, году. Один из монахов вдруг все их решил перечислить. И очень любопытно. Он говорит семь таинств и прямо называет восемь. Говорит семь таинств. И в частности перечисляет он называет монашество и соединяет, по-моему, это таинство или другое с таинством соборования. То есть монашество прямо называет таинством. Ну еще бы! А разве водосвятие? Скажите, это что, пустой обряд? Так вода святая или нет? Кому же в голову, когда придет сказать, что это чепуха? Она годами, десятилетиями стоит, факт налицо, буквальное чудо, происходящее на наши глаза. В церкви нет пустых обрядов. Вы скажете, а почему же семь? Причина разная. Единственное, что можно сказать, что это семь может быть наиболее нужные, наиболее, может быть, важные, наиболее необходимые для жизни человека. Но в церкви, в церкви нет пустых священных действий. Все не сопряжены здравания и благодати Божией. Монашество же является одним из великих даже таинств, а не пустой формой. И что? И что еще там? Есть ли сущностные различия пути спасения монашества и законам братья? Сущностного различия, конечно, нет, ибо спасение совершается по одному и тому же принципу и по одним и тем же законам. Помните, Макарий Великий был послан к двум женщинам? Антоний Великий был послан к сапожнику в Александрию с какой целью? Поучиться у них. И они действительно ушли и тот, и другой наученными от них. Наученными чему? Тому удивительному смирению сознание своего недостоинства, которые они обнаружили перед этими великими святыми. Сущностного нет никакого различия. Монашство имеет какое преимущество? Здесь больше возможностей для человека, если он действительно хочет быть монархом, а не форму принять. Большие возможности для осуществления правильной христианской жизни. И отсюда для достижения больших, я бы сказал, что ли, даров уже в этой жизни. Здесь большие возможности. Он не обременен такой суетой, заботами и многими другими вещами, которые всем очевидны. Поэтому он имеет просто большие возможности. Поэтому кто хочет быть совершен, да, как сказал Господь, пойди и сделай то-то. Монашество как раз является тем путем, который по идее своей предлагает человеку путь наиболее правильной, то-есть совершенной жизни. Ибо что сказал Господь? Не заботьтесь о том, что вам есть, что пить и во что одеться, а ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Монашество по самой идее именно и есть путь таковой жизни, таковой, по идее. Но в практике, вы знаете, увы, Нил Сорский призывал к такому монашеству, чтобы не было в монастырях ни злата, ни серебра, ни богатства, ни земель, чтобы каждый монах добывал пищу своими руками и никак либо иначе. Он скончался в 1508 году. Идея эта его не скончалась, конечно, и до сих пор она живет, но больше живет как идея. Наши монастыри в своей основной массе пошли совсем по другому пути. А монашес ведь это есть передовой отряд церкви по самой идее. Монашество, монастыри часто превращались действительно в огромных гигантских помещиков. Начинала разваливаться жизнь. суета поглощала все. Забывали о цели монашества. Не случайно поэтому, совсем не случайно, а закономерно происходили те события в истории нашего государства, которые страшны, но которые, увы, явились естественным следствием поражения духовной жизни. революции 17-го года, одно из самых страшных явлений, которое обусловлено не внешними врагами, а нашим внутренним падением. Вот возьмем ли мы этот урок только себе или нет? Будет ли это уроком для нас или нет? Вот вопрос. А помнимся ли мы? Вот сейчас поэтому, когда многие будут и настоятелями, и священниками, ради Бога, не отдавайте вы всю душу на каменье. Очень скоро это все будет развалено опять. Все отнимется, если мы будем душу отдавать на это. Да, надо делать, но душу не отдавать. Самая наша главная забота, забота о людях, а не о камнях. Если мы пойдем по пути каменьев, то очень скоро увидим, к чему это приведет. Исполнилось одно пророчество, что вновь откроют храмы, вновь откроют монастыри, вновь церковь будет свободной. Да, да, так говорили последние общинские старцы. Они говорили, это передавали из уст в уста, но они же и прибавили, но ненадолго. Почему ненадолго? Я надеюсь, все здесь сидящие видят. Аминь. Кто в настоящее время может сказать твердое слово против экуменизма? Возможно ли, что это будет Вселенский Собор? Ну, в этом вопросе сразу слишком много вопросов. Во-первых, надо разобраться, что такое экуменизм. во-вторых, уже какое должно быть это слово? В-третьих, кто? Это очень большое. Я сейчас боюсь, это тема, которая требует буквально специальной встречи, наверное, чтобы все рассказать о том, что это такое. Поэтому попытаюсь лишь сказать кое-что наиболее существенное. экуменизм в той форме, конечно, в какой он сейчас имеет место, явление сугубо, конечно, отрицательное. Самое, пожалуй, тяжелое, что там есть и что происходит, это глубоко заложенная в него теософская идея равноценности всех религий. Я не спорю против равноправия. Дело убеждений каждого, атеисты, буддисты или христианин. Это дело равноправия. Но я никогда не могу согласиться, когда между равноправием и равноценностью ставят знак равенства. Так и здесь, к сожалению, в экуменизме современном мы видим очень сильную тенденцию переплавить все религии в одно целое. По крайней мере, все христианские конфессии в одно целое. Именно переплавить сам настоящим образом. Речь идет ведь цель экуменизма. Вы обратите внимание, цель не в том, чтобы сделать церковь чистой и непорочной в учении, в жизни и в устройстве. Нет-нет. Цель какова? Единство всех. Вы подумайте только средства или, извините, я ошибся, следствие обратили в цель. Цель может быть всегда у всех христианских церквей, как и у всех христиан, только одна и единственная. Это что такое? Святыня, святость, истинность. Нет, говорят, нет, это будет следствие. Единство, вот главная цель. И начинается достижение этого единства такими мерами и такими способами, которые действительно вызывают у кого недоумение, у кого отвращение, у кого протест и так далее. Это, конечно, беда. Вот. Но я бы хотел вам сказать и другую вещь, что, учтите, есть среди христиан других конфессий действительно искренние люди, искренне верующие люди, есть искренне верующие католики, протестанты, люди, люди. Поэтому мы с вами о чём должны говорить всегда, вот всегда я предупреждаю, говорить об истинности или ложности той или иной веры. Та или иная вера истинная и ложная, но не о человеке. Кто спасётся первый, я не знаю, но католическая церковь, ложная церковь, протестантство, ложная вера. Вот это нужно помнить, о человеке не знаю. Поэтому в экумнизме есть некоторые такие моменты, которые идут из древности и которые как бы придают ему положительный смысл. В истории уже вселенских соборов постоянно церковь пыталась, насколько это возможно, обратить заблуждающихся к церкви. Поэтому иерархи церковные, наиболее выдающиеся богословы пытались, пытались и делали, что могли, для обращения заблуждающихся в церковь. Тогда не было слова экуменизм. Просто. Сейчас это называется таким словом. Но, говорю, к сожалению, вот эта положительная тенденция, которая по идее должна быть в экуменизме, она очень сильно поглощается вот теми отрицательными моментами, которые происходят в настоящее время в экуменическом движении. Теперь вопрос, кто бы мог сказать твердое слово против этих вещей? Твердых слов говорится много сейчас. И подчас не только твердые, подчас говорятся неразумные даже. Вы хотите, чтобы вас человек, вот делающий плохо, не послушал? Обругайте его. Все, вы обругали его, все, он никогда вас уже слушать не будет. Это закон. Так и здесь нужна мера во всем. Нужно же знать, как говорить, что говорить и о чем говорить. Во всем нужно с рассудительностью, с рассуждением. И, когда касается дела людей, с любовью. Там, где нет любви, не может быть истины. Так вот вот здесь, в отношении, как вы говорите, Вселенского Собора. Друзья мои, я здесь могу высказать только личную точку зрения. Я считаю, что никакой Вселенский Собор в настоящее время такого слова против экуменизма не произнесет. Я это говорю на основании опыта, участия весьма многих конференций экуменических. Я знаю настроение многих руководителей поместных православных церквей, особенно Константинопольской церкви. Она вся пронизана экуменизмом. Вся пронизана. И никогда она не отступит. И не только она. Поэтому надеяться на то, что Вселенский Собор скажет слово против экуменизма наивно. Единственный способ противостояния тому отрицательным, что есть в экуменизме, это знание православия и соответствующая жизнь в нем. Другого пути я не вижу. Там же, где зло, там добра не будет. Поэтому, когда я встречаю некоторые статьи, они прямо написаны злобно. Неприятно читать. Неприятно. Таким путем можно добиться только отрицательных результатов. Зачем? Не может быть в христианстве зла. Может быть гнев. Но и он всегда бывает рассудителем. Вот это, мне кажется, нужно помнить и нужно знать. В этой же записке вопрос другого плана. Как вы считаете, какому патриарху в настоящее время реально принадлежит первенство чести? Нет, ну это вопрос, который знает каждый студент. У нас есть диптихи церковные, и в них на первом месте стоит патриарх Константинопольский. Объясните необходимость жертвы спасителя. Уже говорили. Как вы относитесь к недавно распространившимся мнениям, что католическая церковь с ее догматами находится всего лишь в расколе, и что ее учение нельзя называть еретическим? Я отношусь к этому отрицательно, к этой точке зрения. Католическая церковь не просто находится в расколе. Расколом обычно называется такое явление в жизни церкви, при котором расхождение между какими-то частями имеет место на чисто дисциплинарной основе, без расхождений в догматах и в принципах духовной жизни. Римско-католическая церковь, я не знаю почти ни одного догмата, в котором бы она по существу не разошлась с православием. Почти нет ни одного догмата. В самом главном догмате спасения здесь вам предлагается выкуп. Самое главное, что в духовной жизни, если сотворите все повеленное вам, скажите, что вы рабы неключимые, в католической церкви что предлагается? Заслуги. Заслуги. Принцип удовлетворения и заслуг. И в догматической стороне, и в аскетической стороне католическая церковь не в расколе состоит с православием, а как раз стоит на позиции глубоко поврежденного учения. Вот на четвертом курсе мы специально этим занимаемся. Просто вот, берем догматы и рассматриваем один за другим, последовательно просто, прям последовательно сравниваем. И поэтому нельзя сказать, что католическая церковь это просто находится в расколе. И второй момент, который следует помнить. Многие очень увлекаются сейчас из интеллигенции такой постановкой вопроса, что католическая церковь предлагает римский папа доименовать друг друга церквами-сестрами. И некоторые пленяются этим вещами, забывая или не зная, к сожалению, одного основополагающего догмата римско-католической церкви, от которой она не только не отойдет, а не может отойти, ибо отойдя от него, она перестанет быть римско-католической. Это примат римского папы. Весь вопрос единения христиан в римско-католической догматике, будем говорить, так, весь он сводится к одному и только к одному. Единство возможно только при условии полного подчинения римскому престолу всех прочих христианских церквей. Поэтому вот эти слова любезности церкви-сестры это просто, знаете ли, долг вежливости и больше ничего. Абсолютно. Второй Ватиканский собор, а недавно кардинал Ратцингер, это председатель вероучительной комиссии, вновь распространил заявление, в котором он совершенно черным по белому пишет, епископ каждой христианской церкви лишь постольку имеет 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 сейчас лишь постольку является епископом, поскольку он соединен с престолом святого Петра. Вы слышите? Некоторые возмутились, начали, что такое это оскорбление, безобразие, а другие посмотрели, сказали, посмотрите на конституцию о церкви Второго Ватиканского собора. Там в черном по белому это сказано. Поэтому не надо заблуждаться. Рим не может говорить о каком-либо единении с православием, не может говорить, кроме одного, подчинение православия Риму. Никакого равенства не может быть. Здесь Рим неумолим. Сейчас многие уже не сомневаются в бытии Бога, но спрашивают, почему истина именно христианства? Пожалуйста, дайте направление в этой апологии. Да. Это вопрос, конечно, очень широкий, да, и он по существу серьезный, поскольку нам приходится сейчас встречаться с представителями очень многих религий. здесь с разных сторон можно подойти к этому вопросу. Может быть, первое, на что бы я обратил внимание, все догматы христианства, по крайней мере, все основные догматы, а может быть, все догматы, я боюсь сейчас уже распространяться в этом, все они, если вот с ними вы познакомитесь чуть-чуть поближе, вот мы будем еще знакомиться с вами, с некоторыми догматами о троице, о боговоплощении, о спасении, мы с вами поговорим, да, вы увидите, они никак не вытекают и никак не следуют из всей той религиозной и философской мысли, которая имела место в тот исторический период времени. Никак. И до сих пор логически никак не вытекает. Апостол Павел эту идею, эту идею, так сказать, совершенно особенности христианских догматов от всех религиозно-философских исканий древности выразил в классической формуле, которая относится ко всем догматам, но он сказал об одном. Мы проповедуем Христа распито, иудеям соблазн, эллином, то есть всей философской мысли безумия. Точно. Точно. Догмат Троицы, вы никак, ну никак его не выведешь ни из чего. Откуда он? Все эти три мурти, например, ничего не стоит показать. Все это многобожие, все представления о богах, которые мы находим в древности, в Египте, в Вавилоне, Риме, Элладе, они совершенно элементарны, они выражают то, что человек видит, и больше ничего. Здесь совершенно удивительное учение, причем настолько странное, и причем оно даже не безумное в смысле какой-то абсурд, говорят, нет, оно просто логически никак не вытекает ни из чего. Просто человек становится в тупик и откуда, как? Действительно поразительные вещи. Это, вы знаете, это очень сильный аргумент, который свидетельствует о внеземном происхождении христианства. Ведь то, что сказал Тертулиан креду кви абсурдом эск, то есть я верю и потому, что это непонятно, абсурд, непонятно, остается только верить. Это то, что сейчас, если хотите, в плане научном очень ярко и сильно выражено в последней, в последней, будем говорить, научной теории квантовой механики. Собственно, уже теория относительности уже показала, что когда мы вступаем в другой мир, в мир микромир, например, там все законы совершенно другие. И мы о них никогда даже подумать не могли. Ну, подумайте только, чтобы время могло там идти наоборот. Вспять! Сначала падает утка, потом слышим выстрел, а затем охотник вскидывает ружье. Как вам это понравится? И кто бы мог такое придумать? До того, пока люди не увидели это, вы понимаете, представляете? Пока не увидели это, никто не мог этого придумать. В естественном порядке не могли этого даже придумать. Это уже возникло когда? Путем, путем постепенной эволюции научного сознания. Когда пришли к этим фактам, тогда вдруг увидели и ужаснулись. Это же совершенно не соответствует нашей действительности. Обращаю ваше внимание. Значит, не логически пришли к таким выводам, а пришли тогда, когда открыли эти вещи и открыли эту реальность. Это касается микромира. То же самое, оказывается, произошло с христианством. Такие догматы, как Бог един по существу и трое сенгийцам. Этот факт Боговоплощения совершенно отличный, мы будем об этом говорить, абсолютно отличный от всех идей воплощения Богов, которые имели место в древнем мире. Эта идея спасения через крест совершенно не согласуется со всеми представлениями того религиозно-философского мира. Откуда они? Ни логика, ни мысль, ни религии. Откуда же эта ситуация? Эти рыбаки, рыбаки, совершенно ясно, только откровение могло дать такие потрясающие истины. И если бы они были безумны в смысле человеческом таком, нет, они удивительно высоки, они просто недоступны логике и больше ничего. Это потрясающе. Откуда могли взять? Я считаю, вот это, вот эта идея, первая, очень важная, которая прямо свидетельствует о действительной уникальности христианства среди других религий. Если мы коснемся теперь вопроса с другой стороны, давайте посмотрим. Посмотрите, как возникло и распространялось христианство. Сравните с другими религиями. Ну, возьмите самые такие, ну, известные, что ли, религии. Что мы увидим? Ну, возьмите буддизм. Основатель кто? Принц. Всеми уважаемый, почитаемый. Ходит своими учениками, все его приветствуют. Бывают рады, когда он придет. Он живет до 80 лет, умирает почитаемый и уважаемый всеми. Всеми. Будда славен. Неудивительно, что его учение, да, распространялось, приобретало последователей, учеников, никаких гонений. Напротив, благожелательство ото всем. Возьмите мусульманство. Здесь еще проще. Попробуй не покорись исламу. Голова с плечи, все в порядке. Огнем и мечом, и больше ничего. Да здравствует Аллах! Ничего удивительного нет. Возьмите современные наши секты с мешками долларов из-за границы и поехали. На великолепной бумаге, с иллюстрациями, оплачивают молодых людей. Да, все. И вот постепенно, постепенно, даже проповедуют дичь и абсурд, они все-таки находят себя каких-то сторонников. Горы денег за их мешками идут. Телевидение закуплено, радио закуплено, прессы, все, все делают, все, что возможно. Посмотрите теперь на христианство. Не случайно некоторые работы так и называются «Чудо распространения христианства». Вы слышите? В полном смысле слова здесь произносится слово «чудо». Это не метафора. Нет-нет. Это действительно чудо. Посмотрите, вождя приговорили к жестокой и самой позорной смертной казни. было показано «Имейте в виду, что будет каждому из вас». В страхе бедные апостоли сидят, собираются где-то в комнате, закрываясь от страха дверями, страха ради иудейского, дрожат. Какое там распространение христианства? Вдруг происходит что-то странное. Мы знаем, это странное именуется Пятидесятницей. В кого превращаются апостолы? Вдруг до этого робкие и страшащиеся всего, закрывающиеся дверями, чтобы никто не видел, не слышал. Смотрите, что происходит. Никого не боятся. Просто никого не боятся, и все. Идут по всему миру. Что ответ, нет. Каков ответ? Савл великолепная фигура. Получает право по всем городам и селениям хватать христиан и влачил мужчин и женщин для того, чтобы избивать, мучить и убивать. Преследование со стороны иудеев, преследование со стороны Рима. Рим организованная машина. До сих пор в наших университетах изучается юриспруденция римская. Все было организовано. Преследование. Подумайте только. Вот сейчас вдруг мы сидим, включают радио, объявляют, объявляют, закон всякий, кто будет исповедовать христианство, подлежит смертной казни. Ну-ка подумайте. Вот надо представить себе это ясно только. Да не просто смертной казни, а какой смертной казни. Вот мы тут вот читали, того же Тацета читали, да, фрагменты. Какой казни привязывают к столбу, осмаливают этого христианина и зажигают в садах Нерона вместо факела. Христиан ко львам. Вы подумайте только, какие издевательства, что делали с христианами. И, и, что же, и что же, по всем законам, по всем законам логики, оно должно было погибнуть христианство в том же первом столетии. Результат точно противоположный. Поистине чудо. Только сверхъестественным воздействием можно объяснить этот факт. И действительно, деяние сообщает нам об этом. тень проходящего Петра исцеляла больных людей. Потрясающие сверхъестественные дары, которые получали христиане. Потрясающие! Это факт, от которого никуда мы не можем уйти. Ну-ка, пусть скажет, чем это не доказательство. Пусть, пусть предложат нам хоть какую-нибудь религию, которая могла бы хоть чуть-чуть напомнить это. Я вам привел два таких аргумента, которые, как мне кажется, заставят задуматься любого человека, непредвзято подходящего к изучению религии и ищущего истины. Эти два факта уже, мне кажется, чтобы человек невольно заинтересовался. А если мы коснемся третьего, чему учит христианство? учит чему? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Подумайте только, чему учит христианство? Пусть кто-нибудь скажет, что же тут худого, интересно? И что, может быть, это учение фантазии? Нет, нет, посмотрите, какой факт предлагает нам еще один факт, предлагает история христианства. с первого века и до двадцатого люди самых различных положений, богатые и бедные, умные и глупые, образованные и невежды, цари и бесправные, различные культуры, различных языков, различных национальностей, народов, все эти люди, которые пошли этим путем, приходили к одному и тому же великому результату, великому результату, который поражал всех окружающих. Я говорю о святых, о преподобных, каким результатом они приходили. Они в двадцатом веке творили те же чудеса, что и в первом. Возьмите одного только Иоанна Кронштадтского, чтобы похоронить полностью все другие религии под этой горой, под этой величиной. Потрясающие факты. Это не какие-то случайные там прозрения кого-то или экстрасенсорные действия. Это буквально поразительнейшее явление с первого по двадцатый век. Скажите, это о чем же говорит? Не о сверхъестественности, не об истинности или христианстве. Это еще один аргумент, который стоит помнить и не забывать. Объясните, почему Иисус Христос должен был умереть в муках, а не мирной, добровольной смертью. И так или иначе он умер бы добровольно. вот здесь вы задали такой вопрос, на который, наверное, мне придется больше говорить от себя, чем от отцов. правду, у меня есть один аргумент очень сильный. Это апостол Павел. Это послание к евреям. Это вторая и пятая глава послания к евреям. Жалко, у меня тут под рукой нет, конечно, Евангелия, но я вам напомню мысль. И вы вспомните. Мысль вот какая. Апостол Павел пишет, что Бог, вождя нашего спасения, то есть Христа, вождя нашего спасения, совершил через страдания. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на это место? Это слово совершил, у него повторяется много, несколько раз. По-гречески Телеусы совершить, то есть что значит сделать совершенным, довести до совершенства. Через страдания, вы слышите, что пишет апостол Павел, Бог через страдания, вождя нашего спасения, совершил, сделал совершенным. Эта мысль повторяется неоднократно. Этим констатируется интересный факт, что оказывается, удивительное дело. Оказывается, его человеческая природа, вот та человечность, которую он воспринял, оказывается, совершалась, посмотрите толкование, очень интересно, оказывается, совершалась, как интересно об этом пишет Кирилл Ирисалимский, завтра я прочитаю, цитаты прочту, да, четвертому классу. Это интереснейший процесс. Это один момент. Второй, не забывайте, что все законы нашего мира, в частности, нравственные законы, являются ничем иным, как отражением, выражением законов божественной жизни. Законы не случайно, Бог взял бы и подумал, какой бы закон установить, ну, пожалуй, вот такой. Да нет, все законы есть выражение Бога в нашем мире, и наши нравственные законы являются отражением, отражением божественных энергий, как пишет Григорий Паламар, то есть, то есть, Бога, божественных законов. Какой же закон мы находим в нашем мире, когда дело касается необходимости, необходимости воссоздания чего-то разрушенного, когда касается вопрос заглаживания какого-то греха и преступления, какой же закон мы находим? Закон труда, пота, страдания, иногда смерти. Чтобы излечить человека, переломанного, сколько труда требуется? Ой, ой, ой. Чтобы спасти человека из плена. Какой риск требуется? Часто смертельный. И всё в нашем мире. Разбейте вот этот стол, придётся потом попыхтеть, чтобы его воссоздать. Закон один в мире физическом и в мире нравственном один. Воссоздание, исправление, исцеление требует всегда пота, труда, крови и всё зависит от степени, а то и самой жизни за другого. Вот такой закон мы видим в нашем мире. Случайный он? Да нет, наша вера говорит, никаких случайностей нет. Вот почему и Христос пострадал. По той же самой причине не мог Бог просто актом своего всемогущества взять и исцелить природу. Правда? Потому что это было бы равносильно тому, что взял бы Бог и создал бы другого Бога. Правда? А чего особенно? Или других богов? Или взял бы и перестал быть Богом? Или взял бы и ещё что-нибудь сделал? Вот так понимаемое дурное всемогущество, да, оно показывает, свидетельствует нам, что нет, Бог – это существо простое и неизменное, неизменное, Он есть таков, каков есть, и законы поэтому проистекающие из Него в нашей жизни, они также неизменны. Поэтому здесь Бог не мог преодолеть этого. Хотя у святых отцов мы иногда находим такую мысль, но она носит чисто теоретический характер, что, возможно, Господь мог бы и другими способами спасти человека, но этот способ оказался наилучше. Вы представляете, мог бы, это понимаете, что такое звучит? Это исхождение из того, что, ну, все можем предположить. Но мы должны понять, что у Бога нет случайностей, что божественная жизнь – это естественная жизнь, и все, что и в своем отношении Бог к человеку так же, так же, какого он есть в своем существе. Именно по этой причине можно понять, да, почему Господь именно через страдания освершил наше спасение. Это естественный, законный и соответствующий божественным законам жизни акт. Но я вам говорю, что здесь это одна из идей. Может быть, кто-то предложил что-то или другое. Оправдано ли крещение младенцев? Дело вот тут какого рода, что уже в первом веке, когда крестились родители, то, наверное, крестились всей семьей. Я думаю, крестились и младенцы, конечно. И древняя практика церкви показывает, что всегда, когда родители действительно принимали, искренне принимали веру, обращаясь из язычества в христианство, то крестились всей семьей. Мы никогда не встречаем, чтобы были какие-то исключения. По крайней мере, мы не знаем этого. И нет оснований предполагать. Почему же, как же могло это быть? Почему же крестились младенцы, хотя Господь сказал, кто веру имеет и креститься, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет? В данном случае вот это оправдание крещения младенцев происходит из чего? Из того, что каждая семья есть как бы малая церковь, и взрослые, взрослые сознательно и искренне приносят это исповедание веры не просто за младенца, а дают обед, если хотите. Вот здесь действительно обед. давая за него слово за своего ребенка, обед дают сделать его таковым, чтобы он сознательно потом подтвердил этот обед сам. Только в этом случае крещение имеет смысл и оправдано. Именно так оно имело место в древней церкви. Потом это превратилось к сожалению в практику далеко отстоящую от этой великой идеи. Основная мысль остается непререкаемой. Кто веру имеет и креститься спасен будет. Поэтому если там, где родители неверующие или те, кто крестят неверующие и сами крестные, может, так называемые неверующие, то, увы, это уже есть отступление от норм церковной жизни. Насколько в древности относились серьезно к крещению, можно видеть хотя бы из того. Великий Василий, у которого мать причислена к лику святых, бабка причислена к лику святых, семья святая, когда крестился? В 30 лет. Иоанн Затаус 28, по-моему, лет, Григорий Богослов 24 года, из благочестивых семей, то есть серьезно относились к словам Христа, кто веру имеет и крестится, спасен будет. То есть церковь, не исключая крещения младенцев, как это делает баптисты, например, не исключая, призывала всегда относиться к этому акту высшей степени осознанно, осознанно, помня слова самого Христа, а не кого-либо, кто веру имеет и крестится. Я знаю, что и сейчас многие священники не допускают до крещения тех детей, у которых, например, родители не верят, вот которые принесли, вообще те, кто, так сказать, его воспитатели, неверующие. Скажут, пожалуйста, научитесь сначала немножко, узнайте, что такое христианство, а потом креститесь. Крещение не магия, не формальный акт и благодать Божия не птичка в клетке. Нужно сначала душу сделать достойной, способной к восприятию божественной благодати и тогда только допускать человека до этого таинства. Вы знаете случаи, какие рассказывают? Что, например, Ян Кронштадтский некоторых детей, которых приносили крест... Что некоторых детей, когда приносили причащать, так он говорит, уберите от меня этих змеёнышей. Этих деточек-то, ангелочков-то. Видел, что будет из этих ангелочков. Поэтому такое формальное отношение к крещению детей, оно нехорошо. Хотите крестить ребёнка? Хорошо. Так родители должны тогда с полной ответственностью отнестись к этому вопросу. Баптисты, например, они предлагают крещение в взрослом уже состоянии, там, 16 или 18, я не знаю, сколько лет. Но это видим в угоду, может быть, государственным законам. Они, так сказать, перебарщивают, что называется, в высшей степени. Но я думаю, что иногда и в нашей практике, не иногда, а очень часто и в нашей практике мы уклоняемся в другую сторону. Крестят, лишь бы крестить. Ни веры, ни церкви, ничего им не нужно, лишь бы крестить. Это тоже, я вам скажу, беда. Жемчуг, драгоценность неизвестно, в какую грязь вметается. Так что здесь нужно быть внимательным и осторожным в этой практике. Что упрощается в таинстве крещения у православных, католиков и протестантов? Что прощается. Ну, мы с вами говорили уже о первородном грехе. Это то основное понятие, которое связано достаточно жестко с таинством крещения. Так вот, поскольку существует очень твердая традиция в католическом западном богословии, что первородный грех это личный грех Адама, и что Христос пришел пострадать за этот грех Адама, принести удовлетворение правосудию Божьему. Знаете, это совершенно четко. Христос пришел принести удовлетворение правосудию Божию за грех Адама. Вот этот первородный грех. И он имеет бесконечно большие заслуги. То по католическому богословию в таинстве крещения прощается первородный грех. Совершенно верно. Прощается. Почему? Потому что первородный грех что есть? Грех Адама. Но я вам говорил, что под первородным грехом в восточном богословии подразумевается не личный грех Адама, а то расстройство природы, которое возникло вследствие греха Адама. Вот мы говорили ум, сердце, тело. Расстройство нельзя простить. Расстройство можно что сделать? Исцелить. Поэтому мы находим очень много мыслей такого рода. Я вам приведу одну мысль, которая, может быть, покажет, что понимает православное богословие под крещением. Афанасий Великий пишет, тогда в крещеного Бог Слова входит как в утробу преснодевы и пребывает в нем как семя. я просто вам одну из мыслей привожу, которую я сейчас помню. И пребывает в нем как семя. То есть Афанасий Великий утверждает, что в крещении происходит всевание, всевание семени второго Адама, вот этого духовного семени второго Адама, то есть Христа в крещении в крещаемого Бог Слова вот входит как в утробу преснодевы и пребывает в нем как семя. То есть в крещении происходит рождение нового человека. В ком? В крещаемом. Рождение нового человека. Не случайно у апостола называется баня паки бытия. Паки бытия, да. В крещении поэта есть новое рождение. Помните в беседе с Никодимом что Господь говорил? Если кто не родится от воды и духа. То есть в восточном богословии православном крещении весь акцент все внимание на чем? На рождении. Новое рождение. Паки бытия. Вот что основное. В отношении грехов грехи все в таинстве не только крещения прощаются. И в таинстве покаяния. И в таинстве причащения. Так что это уже следствие. Это то, что сопряжено с таинством. Главное же рождение. Это поистине день рождения нового человека. Прощается ли первородный грех? Ну, друзья, мы уже сказали, что речь идет не о прощении, а об исцелении. Поскольку совсем о другой вещи подразумевается. Не о грехе Адама, а о поврежденности природы. Так вот, исцеляется ли моментально эта природа или нет? Об этом целый ряд высказаний говорят. Нет. Происходит не исцеление природы, а происходит встивание нового человека в природу человека. Нового. Это Бога, Бог в Слово входит и пребывает в нем как семя. И уже от человека зависит, даст ли он возможность развитию этого нового человека в самом себе. Или останется это семя как зарытый талант в землю. Помните в притче зарытый талант в землю или зарытая мина, помните тогда 10 мин, то есть фунтов серебра, зарытые в землю. Так вот эта драгоценность дается в таинстве крещения. Величайшая драгоценность наследие новой природы, Бога Слова. И от нас зависит, дадим мы развиться этому новому человеку в нас или нет. По этой причине мы видим, одни, приняв крещение и становясь христианами, становятся примером и образцом и проповедью христианства в нашей жизни. Другие, приняв крещение, остаются такими же язычниками, какие и были. Знаем только одно, что если бы действительно человек исцелялся полностью от природного греха, то он стал бессмертным, бесстрастным, чистым. А так вот окрестит, да он взял и умер. То есть наследие смерти, смерть как знак поврежденности, первородной поврежденности остается в человеке даже, даже и после крещения. Ибо крещение не есть магический акт. Нет, оно автоматически нас не делает святыми. Я должен потрудиться, мне дается дар, залог, семя. И от меня зависит, стану ли я новым человеком. Или, как в египетской пирамиде, это зерно пролежит тысячи лет и не даст никакого плода. Ну, в протестантстве, в протестантстве там все гораздо проще. Там особенно себя не обременяют мыслью. Там, если человек крестился, значит, он стал свят святостью Христовой. Совершается акт так называемой пронунциации, то есть объявления человека оправданным. Отныне он оправдан. И если он верит во Христа, то уже грех ему не вменяется в грех. Поэтому он становится ликующим чадом Божьим. Ликующим чадом. Вот насчет Божьим как-то я очень уж сомневаюсь. А что ликующим, это, пожалуй, часто очень можно видеть. Уже ничего не надо. Прямо в рай, прямо в рай, только ножки забирай. Это протестантская концепция. Скажите, что вы понимаете под словами спасения по образу ветхозаветных праведников для людей, находящихся вне церкви? Ведь вне церкви состояние язычества вне всякого завета. Ну, я сегодня говорил вам, что ветхозаветные праведники, то есть те праведные люди, которые жили до Христа и которые, естественно, не могли, не имели возможности принять даже таинство крещения, тем не менее с пришестием Христовым, с воскресением Христовым, с принесением жертвы Христовым. Неизвестным нам способом, я и говорю, были включены в церковь Христову и во спасение только в церковь. Я говорю неизвестным, ну, конечно, неизвестным, они же не крестились. Христос вывел их из ада, и во спасение это есть церковь. И царство Божие это есть церковь в конечном счете. И спасение только в церкви. Поэтому ветхозаветные праведники, то есть праведные люди, праведные, какова принцип праведности, это вопрос другой уже, так? Они оказались включенными в церковь. Помимо всего того, что мы знаем необходимо для вхождения в церковь. Вот это есть образ ветхозаветных праведников. Праведников. Кто такое ветхозаветные праведники? Пусть никто из вас не подумает, что это только из еврейского народа. И другие народы. Кому Авраам принес часть своей добычи лучшей? Не помните? Мехиседеку, да? И таких Мехиседеков, наверное, было достаточно в истории человечества. Речь речь о том ветхозаветных. Вот. Это есть некий вот такой путь, на который церковь нам указывает самим фактом. Таков есть путь. Вопрос только в том, ветхий завет когда окончился? Все почему-то думают, очень в этом вопросе часто допускают такую ошибку, формально мыслят, что ветхий завет окончился с пришествием Христом. Кажется очень хорошо и правильно. Одно только маленькое но. Верно, верно, что ветхий завет окончился в том, в каком только плане. Для тех, кто не знает Христа и до сих пор по объективным причинам, у них еще ветхозаветное состояние. Но если они умирают, то они уже подпадают под ту категорию, в которой находились все ветхозаветные люди до пришествия Христова. То есть, если они праведные и действительно, то они изводятся из ада, то есть включаются в церковь. Если неправедные, говорить нечего. То есть, видите, ветхозаветное состояние для всех тех и только тех, которые по объективным причинам не знают о Христе, не знают о Его проповеди и не могли знать по-объективному, не лично волевым, они, следовательно, еще пребывают в ветхозаветном состоянии. И тогда они оказываются вот в том же положении, в каком находились ветхозаветные люди до пришествия Христа. Но если те находились до самопришествия Христа в Шиоле, то теперь каждый умирающий таковой, он оказывается не будет ждать, так сказать, этого состояния. Христос уже пришел, жертва уже совершена. И если он действительно оказался тем, кто может принять Христа, Христос выводит этого человека и делает его членом церкви. Каким образом? Не знаю. Это особый образ, о котором нам только говорит откровение и больше ничего. Оно говорит, что это есть, но как не говорит. Поэтому мы, например, встречаем такие случаи в житиях святых, когда мучитель вдруг заявляет пораженный мужеством христиан, что он христианин. Его тут же казнят. Он не принял ни крещения, ни причащения. А помните, Господь сказал, кто не ест плоти и не пьет крови, не имеет жизни вечной. Подобные слова о крещении. Они ничего не приняли. Тем не менее, церковь их почитает как мучеников, как святых мучеников, не принявших ни крещения, ни причащения. То есть, и они, оказывается, по образу вот того спасения входят в состав церкви. Вот такова мысль. Господь сказал, что без него мы ничего не можем делать. Следовательно, желание спастись вкладывает в нас Господь и спасает тех, кого хочет, а остальных оставляет, не вложив в них этого желания. Так ли это? Если бы это было так, тогда нам бы не были даны ни заповеди, ни откровения, и тогда Бог бы что хотел, то и делал, а мы были бы бездушными чурками. Совершенно очевидно, что не так. Здесь мысль совсем о другом, и мысль очень глубокая. Мысль, которую, чтобы разъяснить, я начну следующего удивительного святоотеческого опыта. Вы только подумайте, что отцы святые оплакивали, вы слышите, оплакивали свои добродетели как грехи. Ну-ка, любой католик сейчас бы растерзал бы прям бы их в клочья. Добродетели, это же заслуги! А тут оплакивали свои добродетели. Вы подумайте, до чего докатиться? Я думаю, что вот из этой мысли мы сейчас с вами поймем, что означают эти слова Христа. Они видели, почему они оплакивали? Вот, понимаете, христианство познается только тогда, когда человек начинает хоть немножко наблюдать за собой. Ну, пожалуйста, вот давайте, понаблюдайте. Вот и возьмите и сделайте доброе дело и посмотрите, что у вас в душе там копошится. Какие змеи поднимаются! До чего же ты хорош, голубчик! Лучше тебя и на свете нет! Как бы это рассказать бы всем, чтобы все узнали? Шу-шу-шу, ша-ша-ша, я такой секретный, да? Что творится? Ни одного доброго дела мы не можем совершить, чтобы не отравить его. Обязательно мы в ложку меду подольем бочку дегтя. Святые очень хорошо это видели, очень хорошо видели, и потому оплакивали свои добродетели как грехи. вот о чем идет святотеческая мысль-то. Вот о чем идет речь и в Евангелии, да, что без Христа ничего не можем сделать, действительно, ничего доброго не можем сделать. Только безумец, слепой человек только может гордиться, что он сделал что-то доброе. Это ужасно, это просто содрогаешься, я однажды слышал такую фразу, и мы все-таки делаем доброе. Такое, ну не доброе, добродетель, у меня прям как мороз по коже, какой ужас, и это говорит человек, так сказать, ну в моем положении, да, вот такого, да, то есть богослов, представляете, конечно, богословом не могу говорить, только богослов. Это ужасно, это нужно быть слепым совершенно, поистине, без Бога ничего доброго мы не можем сделать, но все отравлено, вот в чем соль этого изречения. Готовится ли в Думе проект закона о религиозных объединениях, который предусматривал бы православие как религию, имеющую в России приоритет среди прочих? Я ничего, друзья мои, не знаю, ничего ровным счетом, так мне хочется быть от этого от всего на расстоянии до Альфа-Центавра. Если меня все-таки свяжут и там я окажусь, ну тогда может быть буду что-то знать. Но пока ничего не знаю, и мне не хочется даже пока знать. Я стараюсь себя сделать вид, что это ни меня не касается. Последние мгновения хоть в моей жизни пожить с вами вместе. Расскажите о современных последних научных данных в вопросе бытия Божьим. Самые последние данные – это так называемый принцип антропности. Это то, знакомое вам телеологическое доказательство бытия Божия, мысль, которую вы прекрасно помните. На основании целесообразности устройства этого мира делается вывод о бытии законодателя. Так вот, сейчас в связи с исследованиями микромира, когда проникли очень глубоко в мир элементарных уже частиц, уже в ядро проникли, ядро раскололи, и там все рассмотрели, что там творится. Так вот, современная научная мысль, вот нам в Дубне говорили, я-то ничего не знаю, а они-то знают, да. Так вот, физики, физики, да, такие известнейшие физики говорили, что поразительно, поразительные явления, которые они встретили на пути познания микромира. Мир настолько точно устроен, что просто непредставимо. Они там называли цифры фантастические, что, кажется, если бы хотя бы на одну йоту, да, вот какой-нибудь электрон, например, там, да, было бы хоть на одну йоту, ну, ничтожнейшее, я говорю, фантастические цифры, минимальные приводили они, был бы чуть-чуть, например, тяжелее, или заряд был бы другой, да, или вектор не такой, все, вселенная бы вся развалилась. Все подогнано поразительно. Они в науке назвали этот принцип, вот эту точность, с которой устроен наш мир, антропностью, антропос, человек, разумный, то есть, разумный принцип, и они действительно говорят, ну, только остается одно, допустим, наверное, есть Бог. Вот так вот, самые последние доказательства. Какие существуют объяснения смысла жизни вне христианства, в чем их несостоятельность? Ну, друзья мои, тут можно идти по нескольким направлениям, и в каждом из них будет довольно много всяких интересных вещей, и неинтересных. можно идти по такому принципу, посмотреть, какой смысл жизни предлагается, например, в трех основных направлениях знания. Религия, философия, наука. Можно пойти по другому направлению, посмотреть, посмотреть, как в различных религиях понимается смысл жизни. Но здесь же придется нам рассматривать по типам религии, потому что так невозможно все их. Нужно посмотреть несколько существ и типов религии, и посмотреть, как, в каком, в каком типе и какой прилагается смысл. Ну, как хотите, пожалуйста, мне-то что? Я могу рассказать вам в том или в другом, да, если вы желаете. Но я думаю, что я пока расскажу вам по первой давайте пройдем дорожке. По дорожке наука, философия, значит, религия. В чем видит наука смысл человеческой жизни? В чем видит ученый смысл человеческой жизни? Мы берем именно ученого, так сказать, не религиозного, естественно, а именно того человека, который полностью погружен в науку и вся его жизнь именно наука и больше ничего. Он видит смысл жизни, и я с такими встречался, я думаю, может быть, и вы встречались. Он видит весь смысл жизни в максимальном познании мира. Какого? А вот всего такого, того, которое открывается научному взору. В этом весь смысл жизни. Возьмите философию, а там? Там несколько иное восприятие этой проблемы. Там проблема ставится в таком плане, что науке всегда открывается мир, так сказать, отчасти. Философия же рассматривает, бытие в целом. Независимо от того, какое оно, конечное или бесконечное, сколько там галактик и прочих всяких вещей. Это не важно. Бытие в целом рассматривается. Так вот, смысл жизни в чём? В познании сущности этого бытия. В рациональном постижении этой сути. Или, как философия называет, это проблемой истины. То есть, в познании истины, понимаемой философией как некая логическая, если хотите, логическую реальность. Как некий вывод, как следствие рациональной работы. Ведь философия всегда ищет истину. И что есть истина в философии? Это есть вот тот доказуемый, выводимый нечто. Нечто выводимое, доказуемое. Истина рациональна. Она должна быть обоснована. Вот это второй. Смысл жизни в чём же? В постижении этой истины, в нахождении её, в доказательстве её. Какими способами? Я ещё раз вам повторяю, рациональными способами. Вот в чём смысл жизни человека. Ну, и, наконец, самая широкая область, да, но я её сужаю до православия, это область религии. В чём смысл жизни здесь? Смысл жизни православия выражается одним прекрасным словом, словом святоотеческим. Этот термин появился где-то, по-моему, четвёртом, кажется, веке. Обожение. Смысл жизни в обожении. Чем хорош этот термин? Тем, что он прямо исходит из основополагающего христианского догмата о боговоплощении. в боговоплощении произошло вот то неслитное, неизменное и нераздельное единение природы Божьей и природы человеческой. Это единство и есть тот идеал, та норма, та цель, которой и восходит человеческой жизни. Почему такой смысл в христианстве? Очень просто. Бог есть истина. Бог есть блаженство, благо. Благо. Бог есть бытие. В Боге, в общении с Ним, в приобщении к Нему, вот с таком максимальным человек, что получает? И посмотрите, что во-первых, я не знаю даже, что назвать во-первых. Ну, начнем с науки. Если Бог есть бытие, то именно в Нем только и через Него возможно познание сущности всех вещей. Таким образом, через Него и в Нем человек достигает познания этого универсума, этого мира, то есть то, что является узким смыслом жизни у ученого. Бог и есть истина, ибо истина что такое? Вы знаете, что такое истина, кстати? Вы не знаете, наверное, да? Вот жалко, Пилата нет, я бы ему ответил, что он ушел. Истина – это есть то, что есть, и больше ничего. То, что есть на самом деле. Не как-нибудь, а на самом деле есть. Так вот, на самом деле есть Бог. Это на самом деле. Это то, что действительно есть. Он есть истина. К познанию этой истины приводит православный путь жизни. То есть, оказывается, и те философские мечтания, которые пронизывали историю человечества, они, оказывается, осуществляются в христианстве. Человек находит познание истины, но на совсем другом пути. Если философия мечтала и думала, что познание истины возможно только на пути логики и мысли, и полагала, что истина – это есть вывод чисто рациональный, как говорят дискурсивно-логический, так, то на самом деле ситуация совсем другая. Истина – это не мысль, истина – это не логика, истина – это не вывод, истина – это личность. Личность – Бог. И постижение этой истины происходит на пути целостного человеческого изменения, в результате которого и ум, и сердце его принимает участие в этом познании. Это познание именуется теорией, не пугайтесь, феорией, то есть созерцанием. Таким образом, смысл жизни в православии в непосредственном единении с Богом, максимальном. Образ его, то есть, лучше сказать, норма его дана воплощении, в Бога воплощении. Вот так.